Мы с вами проповедуем по порядку по Библии. Сначала помните, оказывается, про 52 самые известные библейские истории, но иду я гораздо более подробно. И сегодня у нас будет самая удивительная история. Заключительная пробовать про Моисея. Я как-то пытался прикинуть, сколько я проповедовал о Моисея. Что-то не стал подсчитывать, но много. Сегодня самая последняя история, и мы дойдем до того момента, когда он умер. Итак, Моисей. Моисей. Саша, включай, пожалуйста, слайдик. Я не буду тогда подсказывать. Моисей был супер-лидер. Удивительный человек. Я не буду сейчас повторять. Нет, значит, там и первый. Где? Разве первый? То есть, или что с этого? Где-то следующий. А следующий. А, вот так. Да. Ну да, хорошо. Вот так вот скажу. Моисей супер-лидер. Больше всего меня... Ну, во-первых, про Моисея сказывают, что он был таким человеком на Земле. Самым кротчайшим. А еще про кого написано, что он был кроток и смирен сердцем? Иисус. Представляете себе, какая параллель? А, кстати говоря, как про нас? Мы с вами кроткие? Кротчайшим, смирен. Согласитесь, что это очень важная характеристика. Быть бождем, быть лидером и быть самым кротчайшим человеком на Земле. Еще меня поражает в истории с Моисеем, несколько раз он вставал в защиту за народ, помните? И он говорил, если ты не просишь этот народ, то вычеркни имя Мое из книги твоей. Представляете себе, Бог говорит, я уничтожу их, здорово, неплохоство, от тебя произойдет новый народ. А Моисей говорит, если, Господи, ты так поступишь, то и меня вместе с ними. Вычеркиваю. Готовы ли мы так пожертвовать собой? Ради церкви? Хотя бы ради своей семьи? Или ради народа Божьего? Согласитесь, что это высокий уровень лидерства, высокий уровень посвященности, пасторства, ответственности. Но Моисей сделал всего один грех, всего один грех, за который Бог сказал, ты не войдешь в землю Петону. И сегодня об этом мы будем говорить. Всего один грех, который, перечеркну, и, ну, можно так сказать, все. Представляете себе, человек трудится, дерзает. Почему так радикально? Почему так сурово? Почему так серьезно? Венчат не начало, а конец. Да? И мы все когда-то стартанули в церковь, покаялись, уверовали, крестились, духовное возрождение пережили. И как все, Господи, вот я возьми, меня сейчас тут проходят. Годы, 40 лет, с рамцами по пустыне, и вдруг что-то происходит, глаза не горят. В церковь не хочется идти, на колени уже не встаем, как Наташа рассказывала, чтобы лично помолиться. И Библия нахер уже закрыта на плотный замок с секретом. И мы теряем иногда что-то больше. Мечает не начало, а конец. Итак, давайте прочитаем историю книги числа, 20 глава. Мы сначала ее прочитаем, а потом о ней будем говорить. Ну, будем постепенно читать. Итак, первый стих. Восьмой слайд, Саша. И пришли сыны Израилы, все общество, в пустыню Син в первый месяц. И остановился народ в Кадесе. Первый месяц какого года? Знаете какого? Сыркового. Последний год в Транспене. 39 лет в пустыне. И последний, первый месяц последнего года, вот осталось чуть-чуть. Осталось последние усилия, последний рывок. И Моисей как лидер, он больше всех нам мечтал в этих землях, в этом доме. Он их вел туда, представляете себе? Я думаю, он не раз вставал перед Богом и молился, Господи, благослови нас туда дойти. Ведь сколько было испытаний, трудностей, сколько ракта, сколько было, ну сколько они погибли. Они все погибли, кроме двух. Кстати, как их зовут, кто напомнит? Иисус с нами на скале. А все столицы, кто вышли, взрослые поколения, они умерли в пустыне. Ну, представляете себе, это были его друзья, знакомые, лидеры, с кем он ходил. И вот он все переживал это, и он сам хотел, он думал, Господи, ну а я-то как? Мне хочется дойти, ну как же у нас есть какие-то цели в жизни? Ведь хочется прожить жизнь не просто так, а в конце сказать, я дошел до той цели, которую мне Бог определил. У кого есть хотя бы одна цель, к которой вы двигаетесь? И тишина, да, ну есть. Знаете, некоторые, правда, идут, говорят, ну куда меня Бог поведет, куда я, Господи, ну я не знаю куда, куда-нибудь приду. Нет, это точно плохо, когда я, знаешь, что Богу доверяюсь, но лучше молиться ставить цель, и Бог тебе будет открывать, и стремиться к ним. Итак, это очень грустная история. Цель так близка, но совершилась вот эта история. Второй стих, девятый слайд. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь на высоту нашим? Ведь ничего бы вывели нас из Египта, чтобы привезти нас на это льготное место, где нельзя сей, нет, ни смокомниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни мороженого, ни даже воды для людей». Ну, про мороженое я добавил, вы поняли, да? Мне так нравится «Старая песня о главе». Сорок лет в обществе не слышали эти слова нигде? Вот сорок лет один и тот же текст. Бог учит. Слушайте, как у нас с вами бывает. Согласитесь, ну как это все на нас похоже? Прямо слово в слово. Зачем? Вот лучше бы мы умерли. Кстати говоря, никогда так не молитесь. Потому что Бог слышит молитву. Иногда ты просишь, и ты это получишь. И никто не говорит, я пошутил. Господи, подожди, я пошутил. Не надо. Говори очень ответственно, серьезно. И все только благословлять. И желать здоровья, и долгие-долгие лет жизни. Сорок лет ропота. Никаких перемен. Шестой стих. Десятый слайд. «И пошел Моисей и Арон от народа ко входу, скинь и собрание, и паля на лица свои. И явился им слава Господне». Кто-то из проповедиков сказал, что когда мы придем в Синайскую Божию, Моисей, мы точно узнаем. Кто знает почему? Потому что не будет плоское лицо. Это шутка. Знаете, а если серьезно, Моисей, Моисей пошел молиться, паля на лица свои. Смотрите, он не стал оправдываться, он не стал выслушивать их, ну, как бы, он не стал придумывать план А или план Б по водификации Синайской пустыни. Как наши некоторые, мы сегодня видели, сказали, а вы нам свет включили, а мы сейчас, а вот, а вы нам воду, а мы вам, мы пророем. А они пошли к Господу, встали на колени и стали молиться. Братья и сестры, как у нас с вами. Иногда мы с вами поступаем, мы идем к Господу только тогда, когда все способы перетробовали, да? Ну, все методы своих пробовали, и все, и Господи, ну, давай я еще и тебе помолюсь. А Моисей так не делал, и он искал лица Господню, слава Богу. И дальше мы читаем, и сказал Господь Моисею, сам Господь сказал Моисею, здорово, когда Бог говорит, да? А где они его нашли? Около Лоскини собрания, ну, собрания в церкви. Возьми же это, и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст на себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. Обрати внимание, что здесь у нас есть Арон. Арон кем в каком времени уже был? Первый священник, первый первосвященник, то есть самый главный священник. Здесь у нас есть общество, Кахалал по-еврейски, да? Вернее, общество это Кахал, а собрание вот мессианских евреев, многие называют Кахалал. Ну, отсюда это слово, чтобы вы понимали. То есть, сегодня, кстати, народ Божий, это кто? Кто народ Божий? Кто народ избранный? Кто народ святой? Как его зовут? Церковь Иисуса Христа. Мы сегодня, то общество, тот избранный народ Божий, в то время это был еврейский народ. И, смотрите, повеление. Бог сказал, скажите в глазах их скале, скажите в глазах церкви в скале. А что такое скала? Ну, для знатоки священных писаний, апостол Павел, рассказывая о пути, следования народа Божьего из Египта в землю обитованную, в первом послании коринфянам, в 10 главе 1000. Я не буду, естественно, читать, там есть первая глава, 10 стих, 12 слайд, Саша. Смотрите, как здесь написано. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был кто? Христос». Камень, скала Христос. И апостол говорит, скала – это Христос. Итак, скажи всей церкви перед Иисусом Христом, что сказать? Сейчас вам о этом будем говорить. Сразу я вспомнил пару христианских песен, первой лагерной. «Иисус камень мой, и на нем я построил свой дом». Помните? Молодец. А еще есть хорошая песня, чтобы мы ее запыли. Может, какая-то друг пославление сыграет. «Ты скала моего спасения». Очень мне нравится эта песня. «Ты крепой жизни моей». Ну, да. Я почему-то говорю, что Христос – скала. Христос – скала спасения. Иисус – камень мой, и на нем я построил свой дом. Понимаете? Блаженны те люди, которые знают Иисуса, и он для них камень. Скажите в глазах их скале, и она отдаст из себя воду. «И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». Девятый стих, тринадцатый слайд. «И взял Моисей в жезду от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисея и Аарон народ к скале, и сказал он им». Что сказал Моисей? Наверное, так стало. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас особенное служение. Сейчас не потечет, живая вода. Пожалуйста, с бетончиками не толпитесь, занимайте очередь. Что сказал Моисей? Что сказал Моисей? Так он сказал. А он не так сказал, четырнадцатый слайд. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести до вас в воду?» Вы узнаете о Моисея? Он был в гневе. Он был в гневе. «Разве нам из этой скалы?» Во-первых, Моисей, не ты будешь в воду извести. Он говорит, смотри, такое слово здесь использует. «Разве нам?» То есть он Бога и себя поставил, ну где-то рядом с тобой. «Разве нам?» И может быть, еще и ровно. «Вот мы сейчас такие крутые искусители, вот сейчас мы как стукнем, вот мы сейчас как скажем, и как польется вода. «Разве нам?» Моисей, подожди, ты же кратчайся, ты же смиренный, ты же проходил эту историю. Сейчас мы тоже почитаем, как было там. «И поднял Моисей руку свою, и ударив скалу жездом своим, дважды, раз, не протекло, еще раз, да, и протекло много воды». А что подумал Моисей? «Круто, как круто, я поступил, все здорово». Кстати, интересно, он сделал все не так, как Бог ему сказал. Заметили? Заметили? Что ему сказал Господь? «Придите и скажите перед народом, скажите, не ударяй, а скажите». Он сделал все не так, но вода потекла. А почему потекла вода, если лидер или пастор что-то делает не так? А в этом есть милость Божья и благодать. Бог заботится о народе своем вне зависимости от того, что лидер говорит. Это очень важный принцип. Даже если пастор или лидер, или вы в чем-то ошибаетесь, вы им говорите не то, что вам Бог сказал, но Бог будет проявлять милость. Вода потекла не потому, что Моисей ударил, не потому, что он крутой, и тем более не потому, что он два раза ударил, а потому, что Бог милостил. И Бог все равно думает, что Моисей все сделал неправильно, но я дам им воду, потому, что им нужно пить, иначе они уйдут в пустыне. Слава Богу за это. Слава Богу за такого Иисуса, за такого Христа, который заботится о нас. И дальше приговор, 12 стих, 16 слайд. И сказал Господь Моисей Верону, внимание, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами слов Израилевых, не ведете вы народы сего в землю, которую я даю вам. Почему, я даю ему, да, почему этот грех был для Бога таким радикальным? Что такого сделал особо Моисей? Что такого произошло? Почему Бог так строго поступил с ним? Ну, обычно проповедники, я, кстати, проповедовал это место, я всегда говорю, «Осторожно, братья и сестры, гневаться не надо, правильно?» Ну, потому что он прогревался, он кричал, он называл народ, Боже, непокорный, он никогда так не называл народ. Ни разу вы ее видите. И вот он кричит на них, непокорный, как будто он покорный, а они непокорные. Вы знаете, он себя отделил от всего и говорит, вот я типа такой вот, я особенный, а он слышал такие вот непокорные, а я хороший. Он кричал, он гневался. Конечно, в этом есть доля истины в этой истории. Ну, только доля истины. Про гнев очень много в Гимляне написано. Несколько лет вам прочитаю, 17-й слайд. Гнев человека не творит правды Божьей. Как только вы гневаетесь, вы уже не можете творить правду Божью. Запомните. Во гневе нельзя решать никакие проблемы. Нет, я его во гневе облечу, вот у меня такой вот святой гнев. Святого гнева, кстати, не бывает. Гнев – это грех, это дело плоти. А еще написано «гневаясь», 18-й слайд. Гневаясь – не согрешаете. То есть, солнце да не зайдет вам гневе вашим. Про дела плоти. Дела плоти известны, а не суть. Ну, я выберил только вот этот грех. Гнев. И написано «поступающие так», то есть гнева, царство Божьего, не наследует. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, это не просто, ну, извините, у меня такой темперамент. Вот я такой горячий. Ну, я грех, ну ты же знаешь себя добрый. Нет, подожди, если ты добрый, если ты, Бог тебе изменил, дадут твою сердцу любовь и кровь, и сосмирение, будь таким. Если это твоя проблема и твой грех, кайся, пастись, молись, сдерживай свои эмоции. Но ты не имеешь права каждый день гневаться и говорить, что, ну, извините, я такой, вы меня должны принимать таким, безусловно, ну, я грех, ну и все. Нет. Поэтому в этой истории есть доля истины, прогнет. Потому что Моисей гневался, он кричал, он был вне себя, он был в ярости. Поступающий, так сказать, еще один, двадцатый слайд, не будь, духом твоим поспешно гнев, потому что гнев гнестится в сердце глупых. Как только вы начинаете гневаться, в этом вы проявляете, братья, я сказал это слово Божие, глупость. Потому что если у тебя не хватает мудрости, сдержая свой гнев, ты глупый человек. У тебя не хватает, у тебя нету, понимаете, у тебя нету мудрости, сходящей сухи, которая, какая она, мудрость Божья, помните, какая она? Мирна, послушливо и так далее. Вот когда, есть у нас эта мудрость, ты будешь терпеть свои эмоции, дай Господь нам всем, а не гневаться. Но причина греха Моисея, я немножко как бы сказал, как обычно проповедуются, но здесь история не прогнела. Здесь грех, Бог так строго поступил с Моисеем и с народом, не потому что Моисей прогнелся. Напомню вам одну историю, двадцать первый слайд. Помните, когда Моисей сходил и получил скрижаль, он идет со скрижалем и видит народ вокруг золотого тельца прячет, и что тут написано? Когда я приближился к Стану и увидел тельца и пляж, и тогда он, внимание, воспламенился гневом, и не бросил, он бросил скрижали к Богу. Вы представляете себе? Бог нам дал скрижали, а он их бросил, а они разбились, он воспламенился гневом и разбил, а что Бог? Сказал, за это ты не войдешь в церковь? Нет, а Бог его за это не отстудил. То есть я хочу просто показать, что да, он был кратчайший человек, но он иногда гневался, поэтому здесь история не про гнев. Здесь история немножко другая, и более глубокая, и более важная для нас. Давайте посмотрим, о чем здесь написано. Итак, это произошло, как я сказал, сороковое год с питанием. А когда я читал вам эту историю, вам это ничто не напомнило? О том, как вода потекла из колонии. Ничто вам не напомнило? А? Не помните? Сомарянка. Нет, зачем Сомарянка? Всего на третий день, когда они вышли из Египта, давайте прочитаем эту историю. Книга Исход, 17 глава, 22-й слайд. Смотрите, на третий день, как только они вышли из Египта, они заходили пить, и смотрите, что там было. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, и говорят, тот же самый текст, зачем-то вы у нас из Египта? Уморить жажду у нас и детей наших, и стада наших. Моисеев, и запил Господу и сказал, что мне делать с народом сих? Еще немного и попьют меня камнями! Опять он Господу говорил. Внимание, что сказал ему Господь в 5 стих? И сказал Господь Моисеев, пройди перед народом, и возьми с собой у некоторых из старейшин израильских, и везел твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот, я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будешь пить, и будет пить народ. И сделал так Моисеев, и глаза старейшин израильских. Найдите три отличия. Первая и вторая история. На самом деле здесь немножко больше. Заметили? Есть отличия в этих историях? Кто заметил? Какие? Ну давайте немножко я вам обращу на это внимание. Во-первых, в этой истории вы сходите, что в самом начале были старейшины, а что он крест-пустяна? Церковь, общество, народ больше. Это важно. Второе. Жезл. Какой жезл в первом случае Бог сказал взять Моисеев? Которым ты ударял по воде. А каким жезлом Моисеев ударял по воде? Кто знает? Когда это было? Когда они выходили из Египта. Помните одно из чудес? Он взял свой жезл, ударил по воде, и вода приводилась во что? В кровь, и наступила смерть. Ну, все, что живое там умерло. То есть, Бог в первом случае сказал, возьми жезл свой. А что это был за жезл? Это был жезл... Нет, не Божий. Это был жезл Моисеев. Это был жезл осуждения. Это был жезл смертния. Это был жезл крови. Это был жезл суда, которым он... И вот он взял этот жезл. Понимаете? Это тот жезл, которым он пил. Зачем такие, может, благословские вещи вам скажут? Может, переживаю за вас. Услышите ли вы? Надеюсь, что услышите. И это привело к смерти. Жезл Моисеев, это жезл суда. Теперь, смотрите, что тут говорит Христос. Бог говорит, я встану на скале, я встану на скале, и ты ударишь по этой скале. Прообраз чего это? Стоит Бог. Прообраз кого? Кого у нас ближе? Иисуса. И здесь прообраз, что Моисей берет, вот я встану перед тобою там на скале, и ты ударишь в скалу. Скала прообраз Иисуса Христа. И Христос как бы говорит, люди жаждут, люди хотят пить. И Господи, Бог Отец, пусть гнев твой не изливается на них. Вы на меня убиваете, меня расплинаете. Я готов умереть. Я готов взять грехи всего человечества. Потому что все согрешили. И лишены славы Боги. Нету правильного ни одного. Понимаете? И Моисей бьет. Он бьет, и это прообраз Иисуса Христа. Вот это Голгофская жертва. Это скала. Это гора Голгоф, которую он бьет по Христу, или по Христу, или по скале. И вода потеклась. И потекли воды. Воды. Рейки воды живут. Да? Первый случай. Кстати, очень интересно. У нас русский язык очень красивый, богатый. Но не всегда он отражает то, что написано в слове Бога. Ну, самый знаменитый пример про любовь. У нас же все любовь. И филио, то есть дружба, и эрес, любовь, и между родителями и детьми, старше, это тоже. Все любовь. У нас одно слово любовь. А у евреев там, понимаете, все конкретно. Так вот, скала в первом и втором случае два разных слова. Это очень интересно, очень важно знать. В первом случае, в исходе, Бог говорит, ударь по скале, это еврейское слово цур. Есть красивое еврейское имя, девочек, может быть, кто-то из русских назовет. Сури Эль. Кто переведет? Кто переведет? Скалист. Не, скалист. Камень даже. Камень Божий. Как бы в переводе, получается, ну, Эль это Бог, вот очень оно распространено у евреев. И вот смотрите, Бог говорит, как бы, вот есть скала, сур, вот бей по этой скале. Потому что, я уже сказал, что это прообраз смешивания, Христос был распят только однажды. Во втором случае, Бог говорит, не бей, а говори. А почему? А потому что Христос однажды был распят. Ему больше не надо, по Нему не надо бить. Его не надо распинать. Он уже умер и воскрес. Это я в духовном попроливе вам даю. Смотрите, как написано, двадцать с одной слайд, старше. Послание к евреям. Ибо он, Христос, одним приношением, навсегда сделал совершенными освещаемых. Тогда, перед старейшими, сейчас, перед собранием, почему нет сейчас старейшими, во втором случае, вот тогда уже, вот в последней истории, сорок лет спустя, а потому что церковь вышла. После смерти, и воскресения Иисуса Христа, мы, общество, мы церковь вышли, не старейшими. Раньше были старейшими, раньше были лидеры, а теперь церковь. Теперь каждый из нас, он имеет особое значение перед Господом. Тогда был Алион, но не был первосвященник, а сейчас первосвященник. А правой образ Алион, как первосвященник, это нам о ком, или о ком это нам говорит? Иисус Христос. Давайте мы прочитаем об этом, двадцать сосьмой слайд. Итак, это в посланной темы, четвертая глава, да? Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Бога, будем твердо держаться в исповедании нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в небыщах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Братья и сестры, наступило время благодати. Скажите вместе, наступило время благодати. Три-четыре. Наступило время благодати. Мы сегодня с вами живем не во времена закона, смерти и греха, когда Христос не умирал, а он умер 2000 лет назад. Сегодня время благодати. Нам важно понимать, когда мы живем и к какому Богу мы обращаемся. Я вот это говорю, подвожу, потому что грех Моисей заключался в более глубинном, что он неправильно представил Бога перед Церковью, перед народом Божьим. Давайте дальше немножко продвинемся, сейчас мы подойдем к самой развязочке. Наступило время благодати. Потому что, 29-й слайд, конец закона, скажите вместе, конец закона, конец закона Христос, праведности всякого верующего. Конец закона Христос. Христос, конец закона. И где Христос, там нету закона. Там нету суда, там нету осуждения, там нету жестких правил, там нету того, что мы иногда придумываем. Христос, милующий, любящий, Бог благодати, который прощает и милует нас без всяких условий. Вот в чем секрет. Вот в чем секрет его милости, прощения. Что всякий грешник, неважно, что ты сделал. Некоторые начинают взвесы, большой или маленький грех. Я убил одного, это немного, а вот 25, это много. Подождите. В глазах Бога нету, большого и малого греха. Но, какой бы ты грешник ни был, приходя к Иисусу, получаешь что? Прощение. Всегда получишь прощение? Или не всегда? Всегда. Так всегда или не всегда? Да. Так понимаете, в этом и секрет благодати Бога, что мы получаем прощение всегда, при всяких условиях. Господь говорит Моисею, вернемся к нашей истории, Он говорит, возьми, я же, числа, да? И здесь Он говорит не о жизни Моисея. О каком жизни Он говорит? Девятый стих мы читаем, число 20-го глава, написано, и взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. Что это за жезл? Кто знает? Какой это был жезл? Это был не жезл Моисея, а жезл кого? От лица Господнего. Подсказано. Да, у Вороны был жезл. А какой у него был жезл? Что он символизирует? Он символизирует благодать. Я, помните, когда проповедовал о восстании снов корейцев, я не дочитал эту историю, ну, я ее дочитал до конца, но не дочитал до конца, потому что после в конце была очень интересная история о рассветшем жезле Орона. Вот я вам ее напомню, в 31-й слайде, Саша. И сказал Господь Моисеев, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников по их коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, имя Орона напиши на жезле Левиным, и положи их в скине собрания, предковчегом откровения, где являюсь я вам, и кого изберу, того жезл расцветет. 32-й слайд. На другой день вошел Моисей в скине откровения, и вот жезл Орона от дома Левина расцвел, пустил почки, дал свет и принес медали. Так и медали висели. Столько, да? Фисташки уже. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Орона предковчегом откровения, на сохранение знамений для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирают. Вот как ты бы прошел 3-4 слайда. Вот такой жезл был на Бразилии. Видите цветочки? И во втором случае Бог сказал Моисею, возьми жезл благодати из рук Аарона. Аарон первосвященник, правого Иисуса Христа. Возьми этот жезл и встань перед собранием и скажи церкви, что благодать, милость, прощение. Вы можете молиться, просить, вот теперь о самом главном, смотрите, о другом смысле слова, что здесь про скалу сказано, о какой скале здесь говорится. Смотрите, в первом случае было слово слово цу, да, я сказал, а здесь используется слово сел. Сел. Вот. В переводе это слово обозначает высокая возвышенность или круче. О чем здесь написано? Написано, что у нас один первосвященник, превознесенный выше небес. Иисус Христос не просто умер, Он воскрес, Он где? На небе? Он выше небес. И дальше мы читаем, Он, принося друг святую за грехи, навсегда просел одесную обувь. Поэтому, что здесь говорит, села это круче или овраг. Иными словами, Бог сказал мне все его слово. Он сказал, возьми благодать с цветочками, таким-то не очень ударишь, поскорее, цветочки разрушаются, понимаете? И скажи, поднимите взор вас, куда? Поднимите туда, не в айфону смотрите, не в землю, поднимите. Воззови ко мне. Поднимите взор свой к этой круче, к этому обрагу, туда, на небо. Или как, если хорошее, не знаю, 120-е салон, мы его выучим. Возвожу больше моей. Куда? Горам. Откуда придет кто? Или что? Помощь моя, Господа, с отловив мне в земле. Вы понимаете? Народ Божий, о чем эта история? Бог сказал, народ хочет пить. Но время благодати. Я милостив, я Бог благодати. Научи народ Божий поднимать взор к небу и разговаривать со мной. Это о чем я с вами говорю? О чем я с вами говорю? Что Бог хотел в москве сказать? О чем он говорил? О молитве. Понимаете? Он сказал, пусть они поднимают взор и говорят Господи, пить. Можете так у молиться? Как вы думаете, Бог даст? Господи, хочу что мы еще хотим? Перепелки. Бог даст? Еще что мы хотим? Господи, хочу двушку, квартиру. Это недавно день он свидетельствовал в церкви. А вы что-то зря улыбаетесь. И слава Богу, что я вам скажу, что вы можете просить у Бога все. Не всегда нам Бог, знаете, Он не волшебник, и Он не оказывает нам давать все сразу. Но, Он слышит нашу молитву, и наши желания исполняются. И мы увидим финал этой истории, она потрясающая. Финал потрясающий. Потому что Бог слышит молитву. Молитву Моисея. Мою молитву твою. Проблема, почему мы не получаем? Кто знает, как ты, знаете? А еще, мы не получаем, потому что не просим. Нет, зачем будут просить у Бога? Он такой большой, великий, квартиру. Что, я сам не могу заработать? Ну, зарабатывай. Нет, может и получиться, я не спорю. Но, это твое дело, молиться или не молиться, просить или не просить. Но, Бог, слышит твои молитвы, слава Богу за это. Он один раз, скажите, Иисусу, я вспомнил старую песню христианству, давайте мы попробуем куплетик спеть, 39-й фазе. Значит, ваша задача мне отвечать. Слова, да, нет, следующая, 39-я фазе. Это понятно, да? Ну так, на ощупь, что ли, да? Я говорю, я не могу очень сделать, а тебе зачем, наверное, вот. Я буду заливать куплет, стоишь, кому не отвечаете. Кто на этот куплетик? Ну, сейчас выручу. Вот. Скажем Иисусу, скажем Иисусу, скажем Иисусу, все, мы приехали вместе. Итак, поехали. Если тяжесть нам на сердце ляжет, скажем Иисусу, скажем Иисусу, если горе велико, как море, скажем Иисусу во всем. И хотя вместе. Скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасенье принес. Ни другого близкого такого, как наш Спаситель Христов. хорошая песня, да? Песня о чем? Дорогие друзья, скажи Иисусу, что ты хочешь сказать? Скажи Иисусу, скажи Иисусу, подними свой взор к цели, к этой горе, наверх, и скажи Иисусу. Вот о чем эта история. Вот к чему призывал Господь Моисеев. И вот почему, в чем Он явил свят с Богом? Сейчас мы как раз к этому подойдем. Не бейте по скале. Моисея я не знаю. Ну, я бы сказал, что из мужчин он был в гневе. Знаете, когда человек гневует, у него руки трясутся. Вот он берет, и говорит, и он не покойно и раз ударил. Бывает такое? Мне говорят, я же ударил не потому, что я его люблю. Правильно? Ну, я потому, что она меня довела. Ну, я печальную сковородку, ну, переборщил. А вообще-то я добрый, вообще-то я хороший. Друзья мои, в гневе можно страшные вещи делать. И одна из причин он был в гневе. А вторая причина, он, может быть, вспоминал, когда он бил по скале, в том случае, а он не понял. И он снова, Бог ему говорит, возьми, рассветший везон. А он снова бьет по скале. Христос одни в приношении навсегда сделал с совершенными освященными. Бог избавил нас от последствий греха и смерти. Раз и навсегда. К сожалению, мы с вами лидеры, пасторы и просто люди. Часто удаляем с помощью Иисуса. Ну, я так разрушал, я молюсь, Господи, как это бывает? Смотрите, что здесь Бог хотел, в чем был запуск Бога? Десятый стих. И собрали Моисей и Арон народ в скале и сказал он им, послушайте, непокорный, Бог хотел произвести впечатление, какой он у народ? Вы сорок лет в пустыне, вы славы ровщики, вы хотите пить, но моими уберями благодать хватает. И я все равно вам снова дал воды, чтобы вы знали, что я Бог какой? Любящий, что я Бог прощающий, что я Бог благодать. Именно таким хотел представить Бог себя, народ. И тогда, наверное, когда он сказал, ух ты, а нам больше нет осуждения. Так здорово, мы можем, Бог нас теперь слышит, Он принимает нас без всяких условий, даже когда мы в общем, даже когда мы грехим. Братья и сестры, а кто из нас без греха? В этом собрании. Мы думаем, не, подожди, я бы так как мы еще не сделал. А кто из нас без греха? Секрет в том, что мы все с вами грехи. Все до одного. Все грехи на славу Божию. Но мы получаем прощение у Иисуса по Его благодати и милости. Слава Богу за это. Нет ныне никакого осуждения тем, которые вы, Христе Иисусе, читаем мы в послании к Риме на Морской главе. И тогда вместо ропотом народ стал бы разговаривать со скалой. Многие христиане относятся сегодня к Богу как к пуску камня. Вот у нас, видите, какой Иисус камень мой. А некоторые говорят, да, Иисус, ты такой большой, ты такой камень, я в это верю. Но у тебя, наверное, нет глаз, потому что ты не видишь мою проблему. А у тебя, наверное, ушей нет, потому что ты меня не слышишь. И сердца у тебя нет, потому что, вот, у меня болит сердце, а ты не знаешь. Он такой Бог? Нет. Бог вот такой. Вознесен, прославлен, воскрески, освящен. Он милующий. И он все знает. И он не такой. Он слышит твои молитвы. Он с чутким сердцем. У него есть глаза. И он даже прежде твоего прошения знает, что ты будешь его просить, если ты так же будешь. Представляете себе, какой Бог? И вот именно такой Бог есть у нас. Слава Богу, что он такой. И он дает удавленному силу. С вами третий слайд, Садь. Ты следишь? И если можешь ему дарить крепость, он хочет и может допоить нас какой водой? Живой водой. Помните, как написано? Кто будет пить воду, которую я даю ему, тот не будет шатить вовек, но вода, которую я дам, ему сделается в нем источником воды, текущую жизнь вечную. Вот, что хотел показать Бог через Моисея народу своему. Вместо этого Моисей стал кричать. Эй, вы, непокорные, мы должны ко вас в воду излезть. Сейчас, а, сейчас мы это сделаем. И смотрите, ключевой стих 11 в этой истории. Что это было слои? Поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом каким? Своим. Тем самым в жезлом осуждении у этих, у Моисея всегда был жезлом, но рядом стоял Арон с расцветским жезлом. Он не выкинг и ударил не тем жезлом. Не в жезлом благодати, а в жезлом осуждении. И он снова ударил, он снова еще раз ударил, потекла вода. Тело Иисуса Христа и церковь. И я размышлял о том, как мы можем бить Иисуса. А очень просто. Вот смотрите, вокруг нас люди, ну давайте, на чем себя? Некоторые себя осуждают. Я такой плохой грешник, я не могу служить, я вообще что-нибудь не могу, Господи, я не могу избавиться от грехов. И ты снова и снова убьешь Христа. Потому что Он тебя простил, Он тебя помиловал, Он дал тебе свободу, Он готов освоить тебя с акваратства, но ты снова и снова грешишь. И ты снова и снова себя разгоняй. И ничего, я грехник, я не могу, ничего не... Мы неправильно представляем Бога. Во-первых, мы, во-вторых, люди. К нам приходят люди. Посоветуйте нам. Помогите, лидер, пастор, в семье, сестра, поварите. Я тебе говорил, я одни покорные, мы начинаем бить, народ Божий, тело Иисуса Христа, самого Христа, снова и снова убьем своим жезлом. И в жезлом осуждение, в жезлом суда, в жезлом, понимаете, вот мы бьем, а мы не имеем права. Потому что в нашей руках должна быть жезла благодать. Рассвежь жезл, светочки. И мы должны сказать, Бог тебя любит, мы какие цветочки понюхали, когда ты согрешил, но есть освободение силы Иисуса. Христос тебя просил, Он воскрес, Он живой, Он в цветочках, Бог, Он не судья строго за исключением, Он не грозный Бог, Он Бог милующий, прощающий, Бог есть любовь. Понимаете, о чем я разговариваю? Как часто мы бьем себя, бьем в церковь, бьем Христа, снова и снова. А некоторые люди годами так живут. Годами, вот такие серьезные. И, кстати говоря, вот теперь подбираемся к этому вопросу, смотрите, 12 стих. И сказал Господь Моисей, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилев, не ведете вы народу с его землю, которую я даю ему. Что значит не явить святость Божьим? Опять же, некоторые неправильно тряплю, некоторые говорят так, обычно говорят так, пастори многие, ну Бог святой, а вот ты грешник, поэтому Он тебя покарает, во мне будешь гореть, и некоторые говорят, вот я являюсь святостью Божьим. Братья и сестры, здесь святостью Божью видят мне. В этой истории не видеть святостью Божью, не видеть Божью благодать, не видеть прощения, не видеть милость. Именно об этом эта история. Поэтому Бог так сурово из истока вынес такой приговор за то, что ты, Моисей, не поверил мне и не явил святость мою перед народом, Богом, перед церковью. Ты им представил Бога не таким. Знаете, вот есть ислам, ну я не очень позитивно отношусь в целом к исламу, но говорят, есть хороший ислам, а есть радикальный ислам, терроризм, ИГИЛ, и есть христианство, хорошее же у нас церковь, христианство, кто скажет о них? Прекрасно, Библия замечательная книга, а есть радикальное христианство, хрестоносцы, брали мечи и кровью заливали улицу мусульманских городов. А почему? А потому что неправильно представляли священники, лидеры, пасторы, Бога неправильно представляли. Они представляли Бога как судью строго взаимствующего, они говорят, берите меч и убивайте неверно. А Бог этому не учит. Понимаете, в чем я разговор? Поэтому, если мы неправильно представляем Бога, в этом наша беда. Лично для нас и для всех всех, потому что Господь благословит и поступает так. Многие годы я лично жил в таком заблуждении, но я только потом это понял. Я, ну, сейчас, сколько-то, лет пятнадцать я верил, знаете, во что? Я не делал грех, пастушки, мотивация у меня была, но очень сильная мотивация, я не делал грех, потому что Бог меня накрасил. И меня так учили. Ты смотри, сынок, вот если ты что-то сделаешь, а Бог-то все видит. Вот ты там в интернет залез, на не ту страницу, а Бог-то все знает. А вот ты своробал немножко, а Бог тебя накажет. И я боялся Бога. И я именно по этому не делал грех. И когда я делал грех, мне было стыдно. Я приходил на колени, Господи, я снова согрешил. Я, я тогда мало улыбался. Серьезно говорю, я, я жил в таком погнетом осуждении, потому что я всегда грешил. Я всегда грешил, мне всегда было стыдно перед Богом, перед самим собой, перед людьми, понимаете? И я жил с опущенной головой. Мне говорят, брат, будешь служить? Я не достоин. А мы, кого-то другого. Да, ты что-то другой. А я не могу. Не, я не могу. Я грешник. 15 лет я жил в этом заблуждении. Пока однажды я не понял. Уже быстро. Когда стал паскар. В итоге сразу. Первые три года столько ошибок мы наделали. Вот Таня, она еще маленькая была. Мы на тобой молились. Я не знаю, кто его, Дима на этом помнит. Мы говорили, я был очень жестоким. И вот некоторые поступки первых трех лет моего служения, миссионерского, мне даже страшно мешало, страшно вспоминать об этом. Я искренне был, как миссия, я брал жезл и пил людей по голове. Непокойный. Вы такие, зимой, ух, да лезь он во мне. И вдруг потом я понял, и вдруг потом я понял, что Бог-то не такой. Бог любящий, прощающий. Я это понял по отношению к самому себе. Послушайте, теперь я не делаю грех по другой причине. Не потому, что Бог меня накажет. Почетайте разницу. А потому, что Бог меня любит. Он меня любит, и я его люблю. Я не могу предать моего друга, который за меня умер. Вы чувствуете разницу? Я не могу дайком сделать так, чтобы ему было горько на меня смотреть. Он все видит, он все знает. Именно поэтому я не делаю грех. Почувствуйте разницу. Как жить под гненом осуждения и благодати Божьей. Я понимаю, это тема очень глубокая. Может быть, не сразу многие из вас все поймут. Но я хочу, чтобы вы были в Божьей благодати. Чтобы вы жили в Божьей любви. Чтобы вы жили в милости и прощении. Чтобы никто никогда вам не представил неправильного Бога. Вы сегодня встретите много христиан, которые вас будут учить и такому. Они будут говорить, а что ты радуешься? А что ты в крести прославления? А что ты в ладоши хлопаешь? Да мы грешники. Да, мы грешники. Но мы помиланные и прощенные грешники. И кровь Иисуса Христа омывает меня от всякого греха. Я свободен. И я имею власть от всякого греха. Именно Бог мне ее дает. Не я такой крутой, а Бог крутой. Бог сильный. Понимаете разницу? Блажен кто принимает? Блажен кто живет? И тогда у вас на лице появится улыбка. И тогда вы будете знать, что вода потечет любой скалы, когда вы... Не надо по ней бить, просто скажи Иисусу, Господь, я хочу бить, и он тебе даст воды с его. Пусть Господь даже это благословит. Ну и последнее. Знаете, грустно, конечно, это история про Моисея. В книге Второзакония, смотрите, во-первых, Бог ему сказал, «Зайди на вору Нева, посмотри на землю ханаанскую, которую я даю во владение сыном Израилевых, и умри на горе, на которую ты взойдешь, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилев, приводных к Мериму в Кадесе, за то, что не ели святости моей среди сынов Израилев. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь сюда, в землю, которую я даю сынам Израилев. Представляете себе? Бог сказал, «Зайди на вору». Кстати, кто был на этой горе Нева? Вы не так были? А кто еще, иди, вы, ребята, из Натарфии нет. Кто-то говорит, «Гора Моисеев, гора Моисеев». Я там не был. Кстати, две картинии, давайте, кстати, Там такой есть храм, а вот, если вы знаете, какая была панорама, это современная фотография, вот такая была земля бетонная. Вот он забрался на эту хуру Нева и увидел землю она бетонную. Представляете себе? Вы представляете себе эту картину? Стоит Моисей на этой горе, он услышал то, что Бог ему сказал, «Смотрите, что делает Бог». Как поступили мы? Мы сказали, «Ну, Господь, ну ладно, вынесли мне приговор». Готов уберечь? Так? А смотрите, что делает Моисей. Послушайте, церковь, в этом есть сильный урок. 23 стих. «И молился я Господу», говорит Моисей, в то время говоря, «Владыка, Господи, ты начал показывать рабу Твоему, величие Твою и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Ты и смогу считаться таким, как Твое. Дай мне, Моисей молится, дай мне, перейди и увиди ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня и сказал мне, Господи, полно тебе. Впредь не говори мне более об этом. Грустно, да? Представляете, мол молился, и он поднял взгляд свой в горе с целью и говорит, Господи, а мне так хочется побыть на этой горе. Ливан, вот эта гора и Ливан, я так хочу там побывать. Братья и сестры, я не замечал, а теперь я удивлен. Вы знаете, что я заметил? А он там был. А Бог услышал молитву. Вы представляете себе? Бог услышал молитву Моисея. Кто мне скажет? Где был ответ? А когда преображение, когда Ельмон добыл, Иисус, или я еще кто третий? Моисей! И Бог сказал, сынок, ты согрешил, благодатью покрывай, я люблю тебя, и ты там будешь. И когда он молился, он еще этого не знал, Моисей. А Бог сказал, Бог, какой чудесный Бог, скажите аллилуйя. Слушай, это просто чудо. Бог услышал его молитву, и он был на этой горе, и он был землеобедован, и стоял рядом с Иисусом, как представитель всех пророков, как самый главный пророк, как самый важный в этом Божьем царе, ну, царе-служителе, пророк был. Ну, неудивная ли эта история, братья и сестры, даже тогда, когда он не умил святость Бога, даже тогда, когда он, ну, сделал все не так, а Бог говорит, а я слышу тебя, а я дам тебе по твоим молитвам. А если бы он не помолился, наверное, он просто умил. Пусть я столько на святом благословил. Твои мечты сбудутся, если ты им будешь говорить Богу. Подними голову к Иисусу, кто искал ей, и сказали, и воззови к Нему. Он услышит тебя, и взять на ответ. Он утолил твою жажду. В Боге для тебя откроются источники воды живой, текущей, жизнь, вечной. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Я хочу, чтобы вы закройте, пожалуйста, глаза и помолитесь Богу. Знаете, я знаю, что это было сложно для, ну, как бы, богословства, для Бога. Для меня оно было большое благословение, но я хочу, чтобы вот вы о чем подумали. Попросите у Бога прощения, что вы его часто не таки представляете. Попросите у Него милущего. Представьте Бога милущим, Богом благодати, Богом, который всегда вас слышит. Богом, который отвечает на ваши молитвы. И помолитесь по такому Богу.